Всем здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о тибетском молочном грибе, как его приготовить и какая от него польза. Начну я с пользы этого прекрасного гриба. Он у нас укрепляет иммунную систему организма, обладает антиаллергическим действием, оказывает противомикробное и противовоспалительное действие, обладает желчегонным и спазмолитическим действием, повышает половую активность, улучшает память и концентрацию внимания, нормализует обмен веществ, освобождает от токсинов и остатков медицинских синтетических препаратов, дробит камни в почках, в желчном и мочевом пузырях и выводит эти камни из организма, способствует излечить желудочно-кишечные заболевания, в том числе язву и гастрит, нормализует состав кишечной микрофлоры, устраняет лишний вес путем нормализации обменных веществ, что является самым безопасным методом похудения, повышает сексуальную привлекательность и восстанавливает, повышает потенцию, устраняет головные боли и нормализует давление, улучшает сон, повышает работоспособность, также используется в косметологии, как средство, способствующее омоложению и отбеливанию кожи, разглаживает морщины, устраняет пигментные пятна, укрепляет волосы и стимулирует рост здоровых, крепких, красивых волос, также, конечно, он используется в кулинарии, из него можно делать творог, оладья, тесто замешивать на нем, в общем, ваша фантазия. Сейчас я расскажу вам, как его приготовить и как его нужно принимать, чтобы быть всегда здоровеньким. Значит, в стеклянную баночку, вот, ну, можно пол-литровую, мы ложим 1 столовую ложку гриба и заливаем 200-250 мл молока. Здесь у меня где-то, если видите, вот 1,5 столовые ложечки этого грибка. Я его буду заливать литром молока, молоко обязательно должно быть, ну, в идеале, конечно, домашнее, если берете домашнее козье, либо коровье, то его прокипятить обязательно, остудить и залить, вот так вот молочку. Либо же пастеризованное, ну, не пастеризованное, если в магазине берете, в мягкой бутылочке, чтобы оно было в мягком пакете. Залили, накрываете марлечкой и ставите на 24 часа его в комнатной температуре. Ровно через 24 часа, желательно в одно и то же время, этот гриб нужно будет сделать. Как он делается? У вас получается вот такой вот кефирчик в баночке. Вы берете, обязательно, не используя металлических, никаких металлической посуды, все в пластике. Я беру вот такую вот ложечку, либо можно, смотрите, пластиковое сито взять, вот такое вот. То есть здесь никакого металла нет. Берете, выливаете в емкость, вот так вот я ставлю ложку. Вы выливаете из банки сюда свой кефирчик, хорошенечко деревянной ложечкой, либо лопаткой все размешиваете. Гриб, который остается у вас здесь в ситце, вы очень-очень хорошо под краном, обычной крановой водой промываете, чтобы весь кефир, который остался на грибе, он смылся. Банку тоже моете, но не используя никаких моющих средств. Вот только обычной водой, либо же можно добавить соды, чтобы хорошо помылось. Это все помыли, залили, вот как я вам только что показала сюда, гриб, залили его молочком и все поставили. Для диабетиков, которые пользуются инсулином, настаивать нужно не 24 часа, а 12, чтобы была меньше кислотность кефира. Дальше жирность. Жирность молока вы выбираете на свой вкус. Хотите 1%, хотите 5-6%, то есть на наше усмотрение. Можете экспериментировать, пробовать, какой вам больше понравится. Но обязательно нужно делать каждый день. Если вы куда-то уезжаете, его нужно либо кому-то отдать, либо есть вариант такой, что вы просто берете в 3-х литровую бутылку, наливаете 1,5 литра воды, или 1,5 литра молока, закидываете туда гриб, ставите в теплое место, но это на 2-3 дня максимум. Потом все равно его нужно будет кого-то просить, чтобы этот гриб сделали. Дальше принимать этот чудо-эликсир нужно 20 дней пьете, 10 дней перерыв. И опять 20 дней пьете, 10 перерыв. И так можете хоть 5 лет его пить. Вреда оно никакого не приносит, одна польза. Больше о том, сколько от него полезных веществ, можно почитать в интернете. За вот эти 10 дней, когда вы этот гриб не пьете, ну кефир, то его все равно нужно делать. А кефир, который вы, получается, сделали, он у вас есть, вы можете что-то из него приготовить, тот же творог, он получается очень вкусный. Можно делать маски для лица, для рук, для волос. То есть это все на ваше усмотрение. Принимать его для лечения нужно по 200-250 грамм для взрослого человека. Принимать нужно не сразу все 200 грамм, а разделить на 2-3 части. Для ребеночка, то лучше эту дозу уменьшить. Там, если ребенку до 5 лет где-то, то в 2 раза дозу уменьшаете. И чтобы он тоже принимал не все 100 грамм за раз, ну там утром и вечером. Вечером, если пьете, то старайтесь пить за 30, где-то 60 минут до сна на голодный желудок, чтобы желудочек был пустой. Вот. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, пишите в комментариях. Если у вас есть какие-то советы, может быть у вас свои есть методы лечения, буду рада видеть это все в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Буду очень рада всем. Спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok